Зрители спрашивают, два дня Орловку, то есть взяли, сегодня тоненькая, что-то у нас совсем дела идут плохо, Вадим Юрьевич, что же делать? Два дня чего, я не понял. Как взяли Орловку? Как взяли? А чего же два года не взяли? Ну два года можно было брать, ну давайте серьезно, ну во-первых, конечно, инициатива у русских сегодня на фронте, но это еще не стратегический перелом военный. Вот если взяли бы какой-нибудь город большой, столицу, области, или стояли бы там у Днепра, Запорожья, Одессы, тогда, конечно, можно было бы делать какие-то далеко идущие негативные выводы для нас, этого же нет. Кстати, обратите внимание, все областные центры под контролем Украины. Да, расширяют там зону, выравнивают фронт, расширяют территорию ДНР, Донецкая Нарова. Она же только из всех оккупированных территорий или так называемых субъектов ныне Российской Федерации, только Луганская область или ЛНР, 99% территории это не контролирует Украину. По Донецкой области, Авдеевку, ну да, оттеснили Автавдеевки, но Авдеевка это пригород Донецка, между прочим, город-спутник Донецк. А возьмите Запорожскую область, Херсонскую область, Донецк. Поэтому, да, это факт военный, реалистический факт, но какие-то глубокомысленные, далеко идущие и тому подобные выводы, но делать как минимум рано. А с моей точки зрения не нужно. Посмотрим, как они дальше выравнивают фронт, как мы успеем подготовить новые позиции. Кстати, там есть проблемы, судя по тому, что говорит Порошенко, что только 10% фортификационных сооружений в нормальном виде. Но если я так понимаю, сейчас мы строим 2000-километровую фортификационную линию. Ну, да. Но фактически это, скорее всего, такая линия будет временная граница. Временная граница. Ну, то есть рубеж, то, что мы говорили прошлый раз. Да-да-да, только хотел сказать. Фронтир. Фронтир. Потому что слово фронт, это слово фронтира. А когда территория, демаркации нет, территория, границ. В средневековые времена не было границ между государствами, ныне европейскими. Были марки. Поэтому слово демаркация называлось эта марка. Условная граница. Владение условное. Герцога Бургундского и хозяина Ильды Франс, там, где Париж был. Так, условно. Поэтому слово демаркация. Лимес, это тоже есть граница, так, это морская больше. Делимитация. А демаркация границы, это слово того, что устанавливается четкая граница. Уже не рубеж, не фронтир, не марка, а граница. Но вот зацикленность на границах, это вообще-то европейская стратегическая культура. А на всех остальных пространствах это, поскольку модель национального государства европейского была взята, на глобальном юге, в Латинской Америке, еще где-то. Поэтому проблема границ решалась очень долго. Если 2000 километров, ну это понятно, белорусская часть, белорусское направление, так, уже там есть. Плюс вот эти 2600 километров у нас протяженность границы была с Российской Федерацией. Но если 2000 километров, поныне это временное. Временное? Будем называть это временной границей. А брать большие города не будет никто? Тактика изменилась. Если все населенные пункты маленькие вокруг Харькова будут российскими, что же будет тогда в Харькове делать? Ну подождите, я же не говорю, что это, так обойти их надо, так они же не обошли. Ну понятно, что не будут брать города. Так? Ну надо их обойти еще, ну попробуйте обойти. Почему Харьков не обошли? Ну почему Харьков не обошли? Сколько раз, говорят, полгода уже так, даже больше года. Говорят о санитарной зоне или зоне безопасности на, как там, Белгородской приграничье. Или на северной приграничье России. А почему не сделали? А потому что они так просто это сделали. А как его сделать? Мы подумаем, как говорил Путин, так? Есть соображения, есть идеи. Но он же не сказал, как. Потому что они и сами до конца не понимают, как обеспечить эту санитарную зону, зону безопасности и так далее. Это можно договориться только в переговорах, между прочим. О возможной зоне безопасности. Чтобы не было опасности для Украины, не было опасности для России. А можно договориться. С введением какого-то контингента, французских, например. Макрон же для этого говорит. Он же не говорит, чтобы воевать. Он хочет поучаствовать в мирном процессе. И застолбить какой-то контингент свой для того, чтобы он был миротворцем. Не исключаю такого. Вы согласитесь, что Макрон играет просто в геополитику. Макрону тоже хочется немножко отыграться, поскольку Российская Федерация тогда выдумала их из Африки. Это, да, конечно. Но с другой стороны, я бы тоже не сводил все к этому. Не сводил все к этому. Это внутреннее и внешнее. Вообще Европа меняется. Она милитаризируется. Сегодня, кстати, сам МИТС. Сегодня четверг? Да. Четвертого числа? Или нет, сегодня? 21-го. 21-го, да. А вы не сказали, по-моему, что сегодня четверг. Так это. Они сегодня принимают программу милитаризации Европы. Это сложная вещь, конечно. Поэтому, конечно, это первое. Второе. НАТО сюда не войдет контингентом. НАТО не будут сюда вводить. И вообще, если что-то воевать, вот Запад, если будет воевать, если будет воевать за Украину, то не в НАТОвском формате. Американцы четко дали понять. Никаких НАТО. Чтобы еще НАТО, скажем так, обломало зубы. А в каком тогда формате? А индивидуальном формате. Какая страна вот может дать? Главные гранды европейские, военные. Франция. Континентальная, сухопутная. Кстати, армия... Вы думаете, что для Путина можно будет объяснить, что мы воюем не как страна НАТО, мы воюем вот сами по себе? Да. Конечно, так оно и есть. Так оно и будет. Если будет. Еще раз говорю. Так. Немцы воюют своим, скажем так, оружием там. Или леопардами воюют. Но не солдатами. Ну и Макрон тоже солдат сюда не пришлет. Воевать. Погибать. Он пришлет сюда, чтобы они тут ходили в хорошей форме. Ну, как они были в этом... В Одессе в 18-м году. Так по кабакам шлялись. Так и тут. Миротворцы. Потому что он же понимает, один гроб, два гроба и все. И его политической карьере, или его политической партии, или его этих наследников, преемников. Аталии, или там кто там. Сэжурме им конец. Поэтому не будет этого делать. Воевать не буду. Они не хотят погибать. Вадим Юрьевич, ну я все-таки вернусь к началу нашего разговора. И в целом... Не, поэтому я как бы... Вопрос правильный, вот человек пишет, так. Но если говорить со стратегической точки зрения, это пока бои локального значения. А в Демко, да, тут можно сказать, что да, фронт начал двигаться в нашу сторону. Так, мы отступаем. Не бежим. Мы постепенно отступаем. Отходим. Как это можно сказать? Провала нет фронта. Но, говорить о том, что потеря Орловки и Тоненького, или что там еще, как бы, давайте, Бердычи, что там еще. Эти слова уже весь мир знает. Так, вот, что это перелом на фронте нет. Понятно, их задача сейчас на данном этапе, первое, это выровнять фронт, а он выравнивается, если посмотреть дальше. Это выйти на границы ДНР и ЛНР, а это главное для них, что Курахово, Славянск, Краматорск. Вот это, на эту гламерацию, так, треугольник, агломерационный. И потом уже, а может одновременно с этим, готовить большое наступление. Вот они сейчас готовят большое наступление. Вчера, ехал я по дороге, смотрю машины с мигалками через две сплошные по встречной полосе, думаю, снова кто-то приехал. Как оказалось, да. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев с необъявленным визитом. Он выступил на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины. Среди прочего, американский чиновник ответил на вопрос журналистов о том, как скоро может быть одобрен новый пакет помощи. Есть в администрации Байдена план Б на случай, если Конгресс так и не примет законопроект. Ну и в целом многие задавались. Это то, что озвучил Салливан. Реальная надежда на поддержку Соединенных Штатов Америки? Или уже Соединенные Штаты Америки занимаются неким как самовнушением, то, что они готовы продолжать помогать? А какая там поддержка? А пока МСА нет. Дальнобойные ракеты. Этого помощи бюджетной в 60 миллиардов долларов нет. Ну, говорят-то там, как бы, республиканцы. Послали сюда Линдси Грэма объявить помощь в обмен на, ну, кредит, помощь. Даже беспроцентный, но кредит отдавать надо. Вот это 60 миллиардов, это отдавать не надо, которые планировались. Еще с декабря месяца, кстати, с конца ноября месяца планировалось. А же сегодня что? Начало апреля, да, скоро будет? Сколько месяцев? Четыре месяца, кстати говоря, в ноль. Ну, последние там 300 миллионов. Патриоты есть или нет в этой помощи, которую объявил Салеву? Нет. Ну, нет, а нам они нужны. Мы же видим вот по сегодняшней. Так? И вообще, в последнее время там, по-моему, два Патриота были уничтожены. Поэтому он приехал в Салево отформатировать, найти приемлемые для всех формы окончания войны. Финализировать ее. Ну, так, чтобы это как бы не рассматривалось или не было поражением. А как выиграть мир? Вот и все. Как выиграть мир? Потому что если вы не можете выиграть войну абсолютно, побить, значит, надо выиграть мир. Любая же война, она же за мир ведется. За послевоенный мир, так называемый. Война же ведется не ради войны. А ради того, чтобы обеспечить себе лучшие условия для последующего мира. Послевоенного мира. Условия безопасности, например. Условия для экономики и так далее. И вот это он же сказал на пресс-конференции. Первое. Россия уже проиграла. Намек. Что, ребята, раньше как говорили? Россия должна быть нанесена стратегическое поражение взятием Крыма. А уже нет. Она уже проиграла. А Крым-то в России? Территории оккупированные за Россией? Так? Но она уже проиграла. Это сигнал. Что надо сворачивать крымоцентризм войны. Я так называю. Крымоцентризм. Выход на границы 91-го года. Потому что, действительно, для того, чтобы выйти на границы 91-го года, а для этого надо взять Крым. Как сказал Стивен Коткин, есть такой хороший политолог в Стэнфорде. Он, кстати, это он вел термин силовики. Он специалист по России. Это он вел термин силовики. Я когда-то читал его очень давно, когда только Путин пришел к властью. Это вот его термин. И силовики, вот это, власть силовиков, она вошла, ну скажем так, в публицистическую политическую литературу, мысль. Так он сказал, для того, чтобы взять Крым, надо сначала взять Москву. Если хотите взять Крым, сначала возьмите Москву. Поэтому крымоцентризм... Но Москву уж можно брать не только военным путем. Ну, ну хорошо. Так вы знаете, и давайте. А вот выборы показали, что и политическим путем не очень-то и просто взять. Да. Так? Это, кстати, тоже сигнал. Сейчас как бы вернемся к этому. Сигнал тоже. Что не получается. Там меняй Навального на Навальную, Гудкова отца на Гудкова сына, или наоборот. Так, вот это, скажем так, оппозиционная семейственность российская. Так, вот, а ничего пока. И в ближайшее время вряд ли будет. Вряд ли. Не только в ближайшее время. Надо исходить из реальности. Вот. Поэтому что, надо не крымоцентризм, а украиноцентризм. Нельзя жертвовать Украиной ради военного освобождения Крыма. Но надо иногда, ну что, такая реальность военная, геополитическая. Крым возвращать, конечно, надо. Отказываться от него, конечно, не надо, как и другие территории. Но не военным путем, а каким-то другим путем. Искать другие возможности дипломатические, договорные. Вот, наверное, будут переговоры. К этому все идет. Между прочим. Многие расценили, когда Салливан заговорил о плане Б, что на самом деле у Байдена его так и нет. Ну почему он, а в чем смысле, какой план Б может быть? Ну, когда говорили, сейчас я вам процитирую, найду. Итак, Эдик, никто вам не скажет, что есть план Б. Есть один план А. В рамках плана А можно вносить коррекции по пунктам. Вы знаете, что как планы? Планы можно корректировать. Плановые задачи вообще-то корректируются. Как это было в советской пятилетке. Потому что по многим показателям советская пятилетка не была пятилеткой. Не выполняли задания. Например, по продовольственной программе. Я помню это хорошо. Говорили, что накормим советских людей, но не получалось. Все наоборот получалось. То есть то же самое, когда Салливан говорит, что нет необходимости обсуждать план Б, на самом деле... На самом деле уже все. Россия проиграла, он сказал. Вот вам план А. Он выполнен. Зачем придумать какой-то план Б? Зачем? Дальше. Сказал, что главное это сохранение Украины. Причем, как свободного, демократического, независимого государства. А это какой план? Есть Украина независимая, свободная. Только надо еще демократические институты, чтобы заработали. Поэтому, может быть, и к выборам надо готовиться уже. Залужного мы что разрешили вам залужного снять? И отправить в Британию. Конкурента нет. Так что можно и к выборам, наверное, готовиться. Так. Конкурента же нет у Зеленского сейчас. Я считаю, что нет пока. Может появится, не знаю. Но из старорежимной элиты вряд ли кто-то. Так. Это все люди прошлого. Да. Этого. Натоцентричной Украины люди. Которые выросли на протестах, майданах и так далее. Вся же элита, которая была до 19-го года. Это же все... Герои майдана. Герои, ветераны и так далее. Битв. Протестных битв. Страна, рожденная в протестах. Украина была. Страна, рожденная в протестах. Майдан, революция на Граните. Помните, да? Ну, вы не помните. Ну, 90-91. Дальше. 90-е годы, по-моему. Дальше. Оранжевый. 2004. 2014 год. Страна, рожденная в протестах. В чем эти были протесты? В чем? Против России и Путина. За нацию в таком этно-национальном понимании. Этно-националистическом понимании. И за НАТО-Европейский союз. Ключевые лозунги. Ну, конечно, к этому там борьба с коррупцией и так далее. Ну, понятно, что это было лозунги «возглавим коррупцию», а не «поборем коррупцию». Примерно так это было. Так вот, смотрите. Следите за движением рук. В 19-м году этой элите вынесли приговор. Этой элите вынесли приговор. Люди Майдана, политическое поколение Майдана потерпело поражение. Я ваш выручу. Помятаем удар. Да, да, да. Это надо тоже, кстати, понимать. Идентичность государства поменялась. К чему это говорю? Во-первых, вот, допустим, Зеленский. Он же вышел не из Майдана. Совсем другие. Как бы. Кстати говоря, поэтому ему легко говорить о том, что третий Майдан. Как можно было покуситься на святое слово Майдан. Говорить о том, что Россия готовит третий Майдан. Или Байдан-3. Потому что тоже, как бы. Еще один момент. Значит, дальше какая элита будет сейчас формироваться? На каком? На чем? На войне. Результаты войны в любом варианте. В любом варианте. А диапазон этого результата может быть широким. Так? Вот если считать так. Я просто сейчас моделирую ситуацию. До абсолютной победы, от абсолютного поражения, до абсолютной победы. И где-то эта точка от поражения до победы вот сейчас где-то сюда смещается к относительной победе. Скажем так. Ну давайте, хорошо, посередине. И вот на результатах этой войны и сформируется новое государство, новая государственность и выйдет новое поколение элит. Может эти, скажем так, не майданная элита, Зеленский и другие, может тут будет сформировано. Почему? Потому что во многом предыдущая элита своим натоцентризмом, тем, что считала, что Россия все уже, умерший зверь. Ну что там, как бы, дергается, ну все. А Запад это сила. Вот они как бы этой парадигмы, национально-государственной парадигмы, вот это как бы привели нас во многом на 20-21 год, 22-й год. Значит, все. Они, конечно, сейчас хотят вернуться отсюда, смотрите, ну вот смотрю, вот люди, вот есть реализм или нет? Как только чуть-чуть что-то стало, ну, идти в сторону переговоров, там, Зеленский побывал в Турции, да, потом Саудовской Аравии. Сразу нас готовят по-разски Стамбул-2. Блин, выж, когда был Стамбул-1. Почему этого не звучало? Не, они как раз звучало тогда. Они тоже во многом сорвали это все. Так, сорвали. Это тоже внесло свой клад. Не только Джонсон там. Там совокупность факторов была. Ну и что? Так Стамбул-1, извините, была неплохая, как бы, сделка. Что вы сейчас хотите? Вы хотите положить, принести в жертву Украину в целом ради Крыма, ради продолжения войны или как? Или ради продолжения того, чтобы повесить на власть всех собак или как? Я же не за власть, я не за этим. Я вот рассуждаю с точки зрения интереса Украины.